Награждение в третьей школе искусств больше похоже на светский раут. Живая музыка, обсуждение полотен, встречи коллег. Здесь подводят итоги городского конкурса академической живописи «Натюрморт». Среди 25 участников есть и опытные, и начинающие художники. Я с детства рисую. Почему это направление? Потому что мне к этому тянет. Мне нравится рисовать, мне очень хорошо получается. Я узнала, что тут есть такой кружок, ну как кружок, и я решила, попросила маму записать меня сюда. Занимаюсь достаточно давно, вдохновляет меня обычно природа какая-нибудь, допустим, дача у бабули, цветочки всякие, яблочки. Яблочки, посуда, бюсты. В течение трех дней ребята самостоятельно писали «Натюрморты». После работы оценили преподаватели из Ямальских школ искусств. По итогам 18 участников стали лауреатами и дипломантами. Их наградил глава Губкинского Андрей Гаранин. Во всех направлениях очень сильно и серьезно мы поддерживаем наших детей, тем более в тех направлениях, где можно расстроить их творческие таланты. Сегодняшний конкурс показал, что уже есть действенные и реальные результаты, потому что дети делают очень сложные рисунки. Значит, есть результат, значит, идем в правильное направление. Но вообще все дети огромные и большие молодцы. Видно, что старались, видно, показали, на что они способны, что они умеют. Абсолютным победителем стала Софья Воловиченко. Она представит наш город на окружном конкурсе академического рисунка в Ноябрьске. Больше всего в красках мне нравится именно акварель. За ее лучезарность, красоту переливов, яркость. Это не первая победа девушки. Софья – обладательница премии губернатора округа Дмитрия Артюхова. Персональные выставки ее работ организовывали во многих городах Ямала. Творчество для художницы – ее жизнь. Первые рисунки рисовались на бабушкиных обоях, шкафах. Потом, впоследствии, я была отдана в дом детского творчества для развития своего навыка рисования. И уже в более созданном возрасте сама пришла в художественную школу, чтобы научиться рисовать как профессионал. Не сомневаются, что у девушки все получится. Зинаида Исаева, Денис Гимб, Новости Губкинского.